Всем привет, это Кочмара. Сегодня я решил поиграть игрушку в Vampire Story. Не знаю еще что за игрушка, я уже забыл в каком она жанре, помню я где-то нашел ее, скачал. И вот только сейчас дошли руки в нее поиграть. Тексткум, освещение ваше качество, новая игра. Игрушка по-моему в жанре квест. Жалко нельзя делать, менять разрешение экрана. И жалко нет русского языка. Кестлварк. Что такое варк? Кораксивания. 1895 год. Игрушка по-моему я смутно помню, она по-моему из жанре квест. Графон такой как будто ее делали в начале 2000 года. Блин, мне казалось она должна быть на русском. Или сурдоперевод должен быть на русском. Она оказывается английская. Блин. Что за бред? Почему не перевели? Да, наверное играть мне будет трудно, раз русского нету, играть будет трудно. Но я постараюсь как-то додуматься. Ну понятно, этого пирша. Или чем уж это типа ее друг. Спасибо, Фадзвейк. О, ты так хорошо для меня. Ты очень хорошо для меня, тоже. А еще раз, с тобой проживаясь? Я получу возможность, чтобы тормозить мистер Шортфейл и ступид. Мммм, я слышал это. Ой, какой же он маленький. Ой, какой же он маленький. Ты не бегаешь немного поздно сегодня? Эренд-бой. Я страдаю, Шауди. Мне нужна моя пирша. Да, да, Мона, моя любовь. Я пойду сразу и начну хранить за... Этот каратышка улюблен в эту пиршу. Он не улюблен, а а нас, по всему, в него нет. Негатив? О, негатив? О, мой любимый. Да. Я уверен, что 10 минут до сегодняшнего будет отличный вентаж. Ты еще здесь? Кто, я? А, нет. Хорошо, он уйдет, быстро! Эй, ээ, ты знаешь, что он получает кровь, да? Ты берешь кровь. Ух, как это не время, чтобы начать этот старый аргумент? Это не кровь, это просто... Ну, эээ... А, ты думаешь, в этот сладкий вкусный мелло, с небольшим ароматом, с небольшим ароматом? Это так, что это? Эээ... Что-то такое. Да. Ты знаешь, Ниал не только в реверке, в колонизированном бритко-эгиптическом Судане. В общем, видно крупные пиксели. Скромная грязь, скромная. Когда уже начнется игровой процесс? Сколько мне еще смотреть на этот мультик? Но, definitivamente, на стороне. На последнее время. Когда уже хоть что-то начнется, от меня зависящее? Это с Айлендом. Патент, ребенок. Чей это голос интересный? У них, кстати, акценты русские. Она очень, как бы, своеобразно проговаривает букву R. Ой... Это монстр. По своему взгляду, мы его пикотизируем. Вот видно, как выглядит этот монстр. Как он нарисован примитивно. Ощущение, что вот эту игру рисовали школьники, вот честно. Школьники, которые только-только осваивают 3D моделирование, 3D рисование. Так глубоко нарисовано. Ну и... Я надеюсь, что... Игрушка хоть немного будет интереснее. Но начало мне уже не нравится. Графон. Графон не очень. Русского нету. Нет! Муна, моя любовь. Я никогда не буду расчет тебя свободу. А как это мой вампир? Не... Ты не знаешь, что ты мне? Время! И они таки его убили. И его душа вылетела и улетела. Я свободен, Проджик! Время! Что это за бред? Когда вампиры убивают, раз его душа плата улетает. Если же улетает, то разве что в ад. А тут его душа плата улетела замуж. Что за бред? До этого вы убили. О, правильно. Добрый момент. Это было очень необычное. Он сказал... Мона? Кто это Мона? Я думаю. Моя работа здесь наиболее не сделана. Сейчас все оказывается, что управление тут... Отстойное. Эвэмпайр Стой. Кримсон Као. Презент Сэн Продакшн. Ауту Муэр. Одинокая Луна. И осенний Луна. Эвэмпайр Стой. Чапель Лон. Глава первая. Обычные титры в конце игры делают. В нормальной студии титры делают в конце игры. А если в начале, то как-то так, чтобы не сидеть и смотреть по часа титлами. Да, прикольно, прикольно. Титры в виде книги. Рисованные картинки. Буклы как будто их нарисовали. Чернилами. Разноцветными. И имена и фамилии англоязычные. Значит, игру, скорее всего, делали или американцы, или англичане. В какой-то англоязычной стране. В какой-то англоязычной стране. В безумной атмосфере. Не нравится, казалось бы. Создает такой эффект. Ужаса. Блин. Муди, хватит уже титров. Давайте уже геймплей. Я хочу играть. А не на вашем титле смотреть. Что сейчас будет? Пока что вижу черный экран. Заперто. Нам нипочем не открыть ее. Если мы не сможем раздобыть этот чертов ключ. Наконец-то русский язык. Вот в ролике нету русского языка. А вот тут есть. Вот это. Вот это уже мне нравится. Так, понятно. Нужно найти ключ. Так, сейчас гляну. Сверну игру. И гляну. Что там ОБС. Нормально. Константин. Картинка. Картинка не вылезла. За пределы экрана. Так. Ммм. А тут если нажать пробел. Будет подсветка? В некоторых играх есть. У меня к сожалению нет. Вот я играл вот это ж как его. Дарк Ай. Эээ, там как ммм. Чейнисов. Сатинов. Вот там вот эта фишка очень помогала мне. Подсветка. Короче, крикабельных вещей на экране. Если ты видишь, где что можно кликнуть, как-то быстрее играется. А тут вот... Нет, Гаргулия. Что это? Полететь в Гаргулия, вежливо поговорить с Гаргулией, изучить Гаргулию, столкнуть Гаргулию. Да, то есть вот так вот зажимаешь правую кнопку мыши на каком-то объекте, и можно выбрать четыре варианта действия. Правая кнопка мыши, открывает какой-то гроб, в нём какой-то продерик, или типа инвентарель, что ли? Использовать на Гаргулии. Знаешь что? У меня только что возникла идея поиграть в голубя, пролететь над одной из этих статуй и... Фу! Как вульгарно! Ладно, не бойся. К счастью для тебя, это мистера Камнеголового, я уже сделаю все свои дела. Шилочки и шумы. Да уж, озвучки некачественные. Ну, хорошо, пускай бойся сначала изучить Гаргулию. Это каменная Гаргулья. Она выглядит так, будто ей неудобно. Она выглядит так, как будто она хочет посрать. Так, как будто она находится между молотом и наковальней. Нет, как будто она хочет посрать. Шутка, короче, за триста. Прежде чем поговорить с Гаргулией. Похоже, эта Гаргулия слишком тупа, чтобы разговаривать. Ну, ещё бы. У неё же камни в башке. Были бы хоть опилки, вот как у тебя. Хи-хи-хи. И юмор веке, такое ощущение, что для детей пяти лет. Подлететь Гаргулией. От сидения на каменной башке Гаргульи у меня замёрзнут лапки. Так что я, пожалуй, пас. А, у неё лапки. Какие ещё лапки, блядь? Стакун Гаргулией. Ну, давай. У меня не хватит сил её подвинуть. В любом случае, непонятно, зачем мне это делать. Как зачем? Озёрному чудищу будет чем перекусить. Ну, та клякса, которая у води живёт, оказывается озёрное чудище. Окей. От этих факелов прямо на душе светло становится. Угу. И на мосту тоже. Что ж ты всё время горишь, огонь? Тебя никто не тушит. Мама всегда говорила мне, что когда ты выходишь из комнаты, нужно гасить факел. Похоже, Шрауди так и не усвоил этот урок. Честно говоря, я думаю, нам повезло, что он такой идиот. Нет, пожалуй, не стоит. Мои руки вполне устраивают меня в необожжённом виде. Несомненно, смотреть, как я бьюсь в агонии, охваченное пламенем, очень забавно. Но меня это вовсе не забавляет. Блин, слишком много текста, слишком. Я просто устаю это всё читать. Тем более, такой текст примитивный, блин, такой юмор примитивный. Это нижняя часть башни, на вершине которой расположено нечто напоминающее скворечник. Там живёт Эдгар. Он единственный во всём замке, кто знает толк в веселье. Эй, есть там наверху кто-нибудь? Я ничего не слышу. Наверное, спит до сих пор после вчерашнего. До восьми вечера? Ну, а что такого? Ворон любит повеселиться. Эй, весна пришла! Фродерик, вообще-то сейчас середина зимы. Ну и что? Знаешь, что в первую очередь отличает всех тусовщиков? Ммм, думаю, что нет. Ну так вот, для них всегда весна. Блять, вампиры-тусовщики, что за юмор? Кто это придумал? А то нагнулась бы и подняла. Право же есть на что посмотреть. Пойдём лучше посмотрим, что там творится. Это хорошее качество, превращаться в мышку и летать. Мне нравится. Так, стоп-э. А тут есть запись вообще-то? Так. А, есть. Сейчас гляну, кто мне вконтакте кипишет. Так, вон, кто мне вконтакте. Да. Ну, кто мне вконтакте. Ну, кто мне вконтакте. Ну, кто мне вконтакте. Что-то, как? А, есть. Ну, вот. Это моечная корыта. Я совсем не собираюсь касаться этого губами. Я не хочу таскать это с собой. Мне не нужна ванна. Угу, конечно. Я буду у тебя под мышкой, не забудь, ладно? Туча мышка будет у меня под мышкой. Это пустая бельевая верёвка. Здесь ничего нет. Это старая статуя ангела, стоящая на самом краю башни. Ничего не получается. Хоть у меня сейчас и большей силы, чем раньше, я всё равно не могу её столкнуть. Статуя, что ты здесь делаешь? Даже странно, что такая статуя, как ты, вообще могла оказаться в этом замке. Мне кажется, раньше в этом замке было куда больше красивых статуй. До тех пор, пока бронесса не потеряла своего последнего мужа. Думаю, что это последняя уцелевшая статуя. Да ты что? В таком случае мы должны любой ценой её сохранить. Разумеется. Если, конечно, нам не придёт в голову совершить над ней акт вандализма чисто ради забавы. Извини, статуя, но не исключено, что нам придётся тебя уничтожить для всеобщего блага. Ну, или мы будем жить в этом замке до конца своих дней, чтобы сохранить статуи в целости. Нет! Ну всё, статуи конец. Ничего не получается. Хоть у меня сейчас и большей силы, чем раньше. Это дверь к вороньему гнезду. Хуя себе у ворон гнёзда крутые. Да уж. Привет! Я бы не... А? Что? Какого чёрта вам надо? Я сплю! Я просто хотела познакомиться. Я хочу, чтобы вы катились отсюда ко всем чертям. Да поживее. Это оборона, что ли? Это оборона. А, не культурная. Вот это грубиян. Ещё бы, он же пьян. Пьяная оборона? Круто. Крутая игра. По-моему, там кто-то храпит, рыгает и... Разговоры со старыми, вьетная оборона. Какая гадость. Думаю, нам лучше его не будет. Это же юмор для... Нет, да ты погиб. Да это Эдгар. У него, видимо, похмелье. Лучше пока оставить его в покое. Скоро он проспится. Обычно в это время суток он уже встаёт. Фродерик, пожалуйста, разбуди Эдгара. Я хочу поговорить с ним. Эдгар довольно крупный ворон. А я всего лишь маленькая летучая мышь. Если бы ты не прогуливал в школе физику, то знала бы, что это дурацкая затея. Фродерик, пожалуйста, разбуди Эдгара. Я хочу поговорить с ним. Эдгар. Столкни-ка эту статую, Фродерик. Пожалуйста. Чего? Ты видишь у меня на груди красную букву «С»? Нет? А знаешь почему? Потому что её там нет. Кстати, символ в виде красной буквы «С» является собственностью компании DC Comics Incorporated. Все права защищены. DC Comics — это подразделение компании Warner Brothers. Я знаю, что летучие мыши моются, как кошки, вылизывая себя с головы до ног. Но это же противно. Тебе нужно научиться мыться так, как это делают все нормальные люди. Мне кажется, ты ничего не понимаешь. Она себя считает нормальным человеком. Там людям нужно научиться вылизываться. Сами не представляете, сколько теряете. Она же монстр, вампир. Какой ещё нормальный людень? Он может запутаться в верёвке, и тогда с ним случится афсик... афсик... Короче, он может задохнуться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это украшенная металлическая дверь. На ней выгравировано множество странных символов. Такое ощущение, будто дверь вибрирует, излучая таинственную энергию. Да-да, всё понятно. Волшебная дверь. Эй, кто-нибудь может открыть дверь изнутри? Или прочесть заклинание развеивания чар, разрезать дверь автогеном, снять её с петель, ну или на худой конец тупо биться о неё лбом, пока она не развалится на части. Кажется, последний вариант не пришёлся им по вкусу. Никто не отвечает. Молодец, Фродрик, умница. Ну, а что мне надо было им предложить? Обсыпать дверь сахаром и слизывать его вместе с металлом? Заперто. Нам нипочём не открыть её, если мы не сможем раздобыть этот чёртов ключ. Это берег озера Варк. Мне нужно выбраться из этого проклятого замка, чтобы я могла добраться до него и вернуться в Париж. А почему бы тебе просто не долететь туда? Ну да, я знаю, далековато, но думаю, нам это было бы вполне по силам. По каким-то причинам я не могу летать над водой. Наверное, это как-то связано с тем магическим проклятием, которое наложил на меня Шрауди. Проклятие, говоришь? А название этого самого проклятия сейчас омнирифмуется со словом «Швампир». Эй! Есть кто-нибудь? Мы тут застряли в этом замке и не можем выбраться. Если вы меня слышите, пожалуйста, не зачтите за труд подогнать нам большую удобную лодку, приставную лестницу и желательный репеллент для отпугивания зёрных чудовищ. А ещё, если, конечно, вас это не затруднит, нам бы очень кстати пришёлся жареный цыплёнок с парой кружечек Грога. Заранее спасибо. Тебе не кажется, что требовать Грог — это уж слишком? Нормально. Как говорят, наглость — второе счастье. По каким-то причинам я не могу летать на два... А шкура медведя с глазами двигающимися. Я уже не в первой игре это и вижу, и каждый раз это смешно выглядит. Шкура доклого медведя двигает глазами. Это ковёр из медвежьей шкуры. Это мне только кажется, или он следит за мной взглядом? Очень жаль, но я не говорю по-медвежьей. Лучше не стоит. Ещё не хватало, чтобы он меня укусил. Это огонь. Он возникает, если нагревать горючие материалы до высокой температуры. У меня к тебе был ряд горячих вопросов. Но я всё начисто позабыла. Обгорелая плоть вампира пахнет просто ужасно. Наверное, лучше не стоит. Это похоже чей-то фамильный герб. Не получится. Слишком тяжело. На вид весьма противная горгулья. Мне так кажется, или он и впрямь носит парик? Кажется, тебе не помешало бы побриться, приятель. Вон, какую щетину отрастил. Это парочка ужасающих статуй. Наверняка Шрауди жутко боялся их в детстве. Да, мне его даже немного жаль. Но с другой стороны, я никогда не забуду, что он похитил меня и сделал своей пленницей. Да, пожалуй, это действительно аргумент. Не стоит его жалеть. Этот вампир-коротышка, это Шрауди. И он эту вампиршу похитил. И типа заключил свой замок. А теперь его убили. И бедный вампиршин знает, как из этого замка выбраться. Не получится. Слишком тяжело. Кажется, все начинает проясняться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это старый ржавый меч. Он, похоже, вот-вот развалится на части. Особенно, если кого-то ему давить. Меч слишком ржавый, чтобы пользоваться им по назначению. Но, наверное, я смогу найти ему другое применение. Я запомню, что он здесь. Это какое-то странное украшение. Интересно, где баронесса могла его приобрести? Какая еще баронесса, блядь. Графика темная, что я ничего не вижу. Просто наугад тыквы вовсе. Это висящий на стене штандарт. Это фамильный герб семейства фон Кифер. Двухголовый гриф, держащий в лапах чьи-то кости. Мне никак не разобрать девиз. Фродерик, можешь прочесть его? Наживайся, пока дают. Вот наш девиз. Это весьма красивый витраж. Ну да, если бы не этот огромный жуткий паук посередине. Это не рисунок. Паук заполз туда минуту назад. Шучу, шучу. За такие шутки в зубах бывают промежутки. Как же она медленно ходит, блядь. А грудь какая, наверное, пятый размер. Ааа. Кажется, это кочерга и жаровня, полная раскаленных угрей. Очевидно, это одно из пыточных устройств шрауди. Судя по запаху, им пользовались сравнительно недавно. Да ты что. Фу, а я ведь подумал, что кто-то жарил на кухне гамбургеры. У меня аж слюнки потекли, когда мы сюда спустились. Гамбургеры 1895 год. Гамбургеры. Эта кочерга слишком горячая, чтобы ее можно было подобрать. Ну ладно, а как тогда насчет жаровни, наполненной раскаленными углями? Фродерик, хороший вопрос. Я не знаю, почему бы тебе не попробовать взять ее? Потом расскажешь мне о своих ощущениях. Это булава, висящая высоко на стене. Судя по виду, она все еще в довольно приличном состоянии. Булава? Эта штука так и называется? Мне казалось, что нет другое название. Общий наркоз. Наверняка этой тяжелой и здоровенной штуке может найтись применение. Но я не стану таскать ее с собой. Просто запомню, что она находится здесь. Это какое-то очень хитроумное орудие пыток. Мне интересно, где баронесса могла его достать? Ну, наверное, в этом новом шведском магазине орудий пыток. Я слышал, что у них там был огромный выбор по вполне доступной цене. Более того, у них там даже располагалось что-то типа примерочное. Устройства стояли в самых краснообразных камерах и подземельях. И клиент мог сразу увидеть, как будет выглядеть новое приобретение в его доме. Ни в коем случае! Оно же меня убьет! Но, строго говоря, чтобы убить тебя, шипы должны быть деревянными. Поэтому, мне кажется, тебе ничего не грозит. Если ты действительно хочешь присесть на стул, специально созданный для того, чтобы причинять сидящему на нем нестерпимую боль, давай! Зачем отказывать себе в удовольствии? Это какой-то странный предмет. Интересно, для чего он? Дай-ка угадаю. Может быть, для размалывания мяса или костей? Не хочу дотрагиваться до этой штуки. На ней слишком много останков. Ты права, Мона. Тут и мясо, и кости. Возможно, даже кофейные зерна. Кофейные зерна? Ну, а что тут такого? Может быть, Шрауди любил начинать свой день с чашки горячего кофе и разносчика вечерних газет? Ты хотел сказать, с вечерней газеты? Нет-нет, именно с разносчика. Шрауди, похоже, питал особую страсть к мальчикам, разносившим газеты. Наверняка он пил их кровь, трупы бросал в яму, а потом спокойно укладывался в гроб отдохнуть и почитать газетку. Это не сработает. Это не сработает. Это очередное орудие пыток. Похоже на мою тетушку Водр-Демер. Я совсем не хочу заглядывать внутрь. Ой, а я хочу. Мона, ну пожалуйста. Нет, Фродерик, там наверняка окажется жуткое кровавое месиво, которое будет сниться мне в дачных кошмарах до конца моей жизни. Именно. Даже и не думай. Я не могу использовать здесь Фродерика. Это моя постель. Ты имеешь в виду, что это твой гроб? Фродерик, ты просто помешался на этих вампирах и всем, что с ними связано. Это моя постель. И не более того. Ну, для тебя постель, а для меня выложенный бархатом ящик, куда кладут трупы. Я называю его гробом. А я по-прежнему утверждаю, что это моя постель. И, кстати, кажется, мне нужно постирать белье. Почему-то каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю, что лежу в куче земли. Я не эксперт в этих делах, но совершенно уверен, что земля вампирам для чего-то нужна. Что-то связанное с могилами. Я помню, где-то читал про это. Я не вампир, а значит, земля мне не нужна. Она не вампир, но у нее плыки, да. А, еще что она умеет вращаться в летучую мышь. Она не вампир. Что за бред? Оказывается, ее зовут Мона, ясно. И зовут Мона, ее похититель Шрауди. Мне не нужно тащить свою постель. Гроб? Я просто не буду обращать на это внимание. Итак, в данный момент моя постель мне не нужна. Но я запомню, что она находится здесь, на тот случай, если она мне еще понадобится. Привет! Ой, здравствуй, дорогуша. Очень-очень рада встрече. О, она разговаривает. Не бойтесь меня, я не причиню вам вреда. Кто ты? Мое имя Барбара, но друзья зовут меня Барби. Поняли? Да-да, поняли. Барби – предмет, оборудованный острыми металлическими шипами, которые медленно впиваются в тело жертвы, причиняя нестерпимую боль. Это же очевидно. Ну и бред. Этот, похоже, не считает это забавным. Не обращай на него внимания. В смысле, не на него, а на это. А помимо того, что мучаешь людей, чем ты еще тут занимаешься? Ну, еще я работала сценографисткой камеры пыток. Записывала, о чем Шрауди и Баронесса говорили со своими... гостями. И что ты слышала? Не расскажешь нам? Да, конечно. Но не думаю, что это кому-то повредит. Я вообще люблю сравнивать себя с раскрытой книгой. Кстати, говоря о книгах, Баронесса обычно расспрашивала именно про них. Шрауди же, как правило, вообще очень редко задавал вопросы. Почему? Он был стеснительным? Нет, он просто был садистом. Да вот взять хотя бы того типа без головы. Интересная, кстати, история. Случилось как раз сразу после того, как исчезла Баронесса. А что произошло? А он вообще не истекал кровью. Представляете? Шрауди ударил его по голове, а она слетела с плеч, упала на пол и разбилась, словно фарфоровая ваза. Очень-очень странно. Хотя здесь порой случались странные вещи. Книга? Какая книга? А, ну да. Книга теней была излюбленной темой Баронессы. Она в основном приводила сюда священников, магов, историков, ученых и прочих людей из этой братьи. Она хотела узнать от них об этой книге больше. А когда ты видела Баронессу последний раз? Несколько лет назад она пытала вот этого безголового типа. А как только узнала, что ей было нужно, в спешке покинула замок и никогда больше не возвращалась. А ты запомнила, что происходило тогда? Надо подумать. Все-таки уже несколько лет прошло. Так. А, ну вот. Человек из Кабалы. Ай! Ой! А! Больно! А! Я этого не вынесу! А! А можно пропустить все крики до того момента, как он начал говорить? Да, разумеется. Человек из Кабалы. Да, у меня есть фолиант, который вы ищете. В нем содержится секрет того, как открыть вашу книгу. Баронесса. Говори, где он? Иначе я засуну эту раскаленную кочергу тебе в... А можно пропустить еще несколько реплик? Да, конечно. Человек из Кабалы. Фолиант находится в моем лагере. Он закопан под большим дубом у перекрестка Варк. Баронесса. И если ты солгал мне, то тебе же хуже. Ибо когда я вернусь, ты изведаешь такую боль, что все предыдущее покажется тебе сущими пустяками. И после этого Баронесса исчезла. Спустя несколько дней Шрауди спустился сюда. Он что-то вопило какой-то ловушке, а с собой нес топор. Он попытался отрубить этому типу голову, но она упала на пол и разбилась. Ни крови не было, вообще ничего. Оказалось, что это и не человек был вовсе, а говорящая глиняная статуя. Наверное, это был так называемый глиняный голем. А откуда ты это знаешь? Ну, я в свое время много играл в подземелья придурков. Глиняные големы встречались там сплошь и рядом. Тупые, агрессивные твари. Хотя шмотки с них падали неплохие. Понятно, Барби, продолжай, пожалуйста. Видимо, кто-то подготовил Баронессе ловушку, которая, судя по всему, сработала, раз с тех пор ее никто не видел. А что потом сделал Шрауди? Думаю, что несколько месяцев он ее искал, но ни у перекрестка Варк, ни вообще во всей Драксервании ему не удалось обнаружить даже следов. Бедняжка. Он был так привязан к своей матери. Стал замкнутым и очень страдал от одиночества. Периодически приводил в замок девушек, но те быстро ему надоедали, и он снова надолго пропадал. Хе, Мона, это, по крайней мере, объясняет то, как ты сюда попала. Ну да. Я так поняла, что вы понравились ему больше всех. Мне кажется, это потому, что вы на нее очень похожи. На кого? На его мать, Баронессу. Разве это не очевидно? А что это за кабала, который ты упомянула? Я не знаю, но все так или иначе связанные с ней люди носили ремень с пляшкой, где была изображена звезда в золотом круге, в центре которой находился глаз. Похоже, Баронесса проявляла к этим людям особый интерес. А что это были за гости, о которых ты говорила? Баронесса искала по всему миру священников, магов, чародеев, ученых, ведьм. Она приглашала их погостить у нее в замке. Дай-ка угадаю. Она что-то подсыпала им в вино, после чего они приходили в себя уже здесь. Ну да. Она просила меня записывать все происходившие здесь разговоры, чтобы ничего случайно не упустить. А когда заканчивался допрос, кто-то отправлялся в яму, другие куда-то еще. Может быть, в какое-то другое подземелье, этого я не знаю. Как вы понимаете, я не могу свободно разгуливать по замку. И сколько тебе платили за твою работу? Платили? Вы что-то путаете. Мне не платят. Я должна делать то, что делаю. Уж не знаю, почему. Да, мучить людей нехорошо, некрасиво и все такое, но... мы должны идти тем путем, который выбрали для нас наши создатели. Мой путь – медленно выдавливать из людей жизнь и записывать на бумаге то, что они успевают сказать по этому поводу. Примитивно, просто, но... тем не менее, это тоже может приносить радость. А ну, тихо! А то мамочка рассердится! Субтитры сделал DimaTorzok А как случилось, что мы с тобой ни разу не говорили раньше? Ну, баронессы и шрауди велели мне вообще не разговаривать с незнакомцами и гостями. Теперь же, когда их нет, я могу говорить, с кем хочу. А как ты вообще умудряешься разговаривать? Ну, долгое время я была металлоломом с погибшего корабля. Потом меня продали в порт Варда, в магазин игрушек и пыточных приспособлений. Там переплавили, отлили и доставили сюда. И вот, в канун одного Рождества баронесса загадала желание, чтобы я жила. И вы представляете, с неба спустилась фея и исполнила ее желание. Я теперь живая и могу разговаривать. А ты уверена, что именно так все и случилось? Абсолютно уверена. Ладно, тогда я пойду. Было очень приятно поболтать с тобой. Взаимно. До свидания. Я совсем не хочу заглядывать внутрь. Фу, крысы! Ты имеешь в виду Фрэнки и его ватагу? Не о чем беспокоиться, Мона. Это славные ребята. Тому же совершенно безобидные. Ну, если ты так в этом уверен, это крысы, которые живут в скрепе. Да не за что. Что? Это просто крысы. Мерзкие, противные крысы, которые к тому же разносят заразу. А еще жульничают в карты. Да. Это какой-то странный фонтан. Мне кажется, или на нем действительно солнечные очки. Но, наверное, он считает, что это круто. Ты круто, солнце светит только на тебя. Разумеется, если ты не вампир. Тогда оно посветит на тебя только один раз, а потом светить будет уже не на что. Поскольку это все-таки камера пыток, думаю, будет благоразумнее не совать руки, куда попало. Это не сработает. Это не сработает. Это гроб Шрауди. Не могу поверить, что мы с ним спали в одной комнате. Ну, по крайней мере, в разных гробах. Учись находить во всем положительные моменты. Не получается. У этого гроба сбоку, похоже, приделан кодовый замок. По-моему, нам всем прекрасно известно, что это. Не получится. Слишком тяжело. Что это такое? Давай-ка посмотрим. Тут в углу кресла есть маленькая табличка. Посмотрим, что на ней написано. Яйцедавилка. Фродерик, где же твои ехидные комментарии? Блядь, ну и яйцедавилка. На свете существуют вещи, над которыми нельзя шутить. Член окололка? Блядь, юмор. Скрипит, но кажется, все еще работает. Это... Это ужасно. У меня просто слов нет. Это кошмар. Куда катится мир, а? А? Это какой-то ненастоящий человек. Я не знаю, что это, но кажется, оно сделано из глины. Бедняга совсем потерял голову. По-моему, это голем, созданный, оживленный при помощи магии. Кто-то сделал его и зачем-то послал сюда. Он слишком тяжел, чтобы таскать его с собой. Ты случайно не знаешь, как ездить на лошади и кидаться тыквами. Субтитры создавал DimaTorzok Это горящий факел. Тебе, может, и все равно, а я вовсе не собираюсь себя поджигать. Это большой металлический кол. Наверное, на него заключенные вешали свою одежду. Да, Фродерик? Я права? Пожалуйста, скажи, что он здесь именно для этого. Пожалуйста. В смысле нет. Тебе ничего не говорит имя Влад Цепиш. Он, бывало, сажал на кол кое-кого, но не вешал. Нет, конечно, вешал тоже, только, разумеется, не на кольях. Эта штука прикручена к стене. Я, конечно, обладаю сверхчеловеческой силой, но не настолько огромной. Странно, никогда бы не подумала, что у этого замка есть еще и подземный этаж. Кстати, что-то здесь жарковато. А что это за злобный тип с вилами? И кто там стоит рядом с ним? Ты имеешь в виду того парня с тупым выражением лица и с бейджем, на котором написано «Меня зовут Джордж?» Понятия не имею. Это не зажженный факел. Ух ты! Никогда такого не видел. Похоже, они вообще никогда не гаснут. Эта штука может пригодиться, но я не буду таскать ее с собой. Впрочем, надо бы о ней не забыть. Да, если мне понадобится зажечь факел, то это как раз подойдет. Нам бы еще пару сотен верных товарищей, вооруженных дрикольем и вилами, и мы могли бы отправляться громить замок какого-нибудь местного безумного ученого. Фу, Фродрик, как неоригинально. Это не так. Мне кажется, это не так. Это не так. Интересно. Ладно. Продолжение следует... Это какая-то яма. Я не вижу, что там. Слишком темно. Ну, может, и не видно, зато запах уж точно присутствует. И, смею заметить, он еще хуже, чем боня трусов Шрауди. А откуда ты знаешь? Хотя лучше молчи, не думаю, что мне стоит знать об этом. Чтобы открыть ее, мне, видимо, следует потянуть за ручку. Застряло. Похоже, петли заржавели. Надо что-то сделать с ними, иначе мы не сможем поднять эту штуку. Это петля от решетки, которая закрывает яму. Похоже, ее не смазывали уже очень давно. Это цепи. Осталось запастись наручниками и хвостами, и можно устраивать вечеринку в стиле Садо Мазо. Не получится. Интересно, кто такая-то Дженни? Учитывая, что на дворе стоит 1897 год, я больше удивлен тем, что ты не спросила, каким это образом ей можно позвонить. Блядь, нафига рисовать так игры? Я просто навел на черный экран, там написано граффити. Какое граффити? Я, сука, вижу черный экран! Черное пятно! Какое там граффити? Как так рисовать можно? Пиздец, тут что, блядь, ну нельзя светлее нарисовать это все как-то. Ну замок, да, ладно, мрачный, но, блядь, ну настолько же мрачный, я нихуя не вижу, блядь. Оттирать стены камеры пыток Шрауди в мои обязанности не входит. И вообще, будь у меня краска, я бы еще и сама дописала тут кое-что. Это хорошо, что у тебя нет краски, а то я уже начал беспокоиться за себя. Субтитры сделал DimaTorzok Это записка, приколотая к панели управления. Я поберегу твои глаза и прочитаю, что там написано. Итак. Барон Шрауди, я починил панель управления театральными декорациями. Мне пришлось... Черт, дальше как-то неразборчиво. Подключить ее к источнику питания? Ничего не понять. Подписано RM. Нет, но этот тип определенно врач. Писали как курица лапой. Вообще ничего не понятно. Это какие-то рычаги. Похоже, они не работают. Ну, они раньше использовались для смены декораций, работали прекрасно. А откуда ты знаешь? Потому что сейчас на декорации нарисовано огромное солнце. Я в свое время бывало поджидал, когда Шрауди пройдет мимо, и дергал за рычаг. Внезапно появлялось солнце, и Шрауди жутко пугался. В свое время? А что случилось потом? Ну, что-то там сломалось. Я сидел, как обычно, и поджидал Шрауди, и тут мне ужасно захотелось есть. Слетал к своей клетке, взял оттуда немного орешков и сушеных фруктов. И когда я сидел и спокойно жевал их, то случайно уронил парочку, и они провалились прямо в панель управления. С тех пор рычаги не двигаются. А ты можешь попытаться достать оттуда свои орехи и фрукты? К сожалению, отверстия в панели очень маленькие, и мои крылья туда не пролезут. Тебе нужно быть аккуратнее во время еды. Мне, конечно, хотелось бы надеяться, что эти рычаги все же нам не понадобятся. Но, учитывая, как складываются наши дела, я абсолютно уверена в обратном. Ну и бардак. Фродерик, признавайся, твоя работа? Ну да. Я видел, как какой-то тип в лабораторном халате когда-то устанавливал для Шрауди эту штуку. После этого я и решил с ней поиграть. Прибираться после летучих мышей – это противоречит правилам поведения начинающих звезд оперы. Прешь ты все. Нет там такого. Ну, значит, забыли вписать по ошибке. Рычаги заела. Орешки и сухофрукты Фродрика не дают им сдвинуться. Кажется, это отрезанная голова – чучело животного. Боже, они убили кролика! Сволочи! Леди не станет тискать отрубленную голову, вне зависимости от того, насколько она пушистая и милая. Хотя, он ужасно милый, ведь правда? Мне это ни к чему. А что, если на нас нападет какое-нибудь огромное чудище? Я думаю, что все же стоит запомнить, где она висит. Это голова медведя. Какое варварство! Но какая искусная работа таксидермиста! Посмотри, как великолепно ему удалось передать предсмертный вопль животного! Никогда не трогай в этом замке то, что может внезапно ожить! Особенно зомби-бобер! Он тебе в момент отгрызет голову и не поморщится! Мне не нужно мясо! Это точно! А как насчет маринада? Я бы стащила его вниз и выпустила на свободу. Но боюсь, что он уже не сможет ею воспользоваться. Убежать не сможет, это точно. Зато будет забавно валяться. Хотелось бы мне на это посмотреть. Это мемориальная доска театра. Наверное, я не ошибусь, если выскажу предположение, что Шрауди был от тебя без ума. Это театральные кресла. Хотя я здесь еще ни разу не выступала перед зрителями. Нет, благодарю. Я вовсе не хочу запачкать свое платье. Похоже, тут полно крошек от попкорна и прочей дряни. Продолжение следует... За кулисами нет вообще ничего. Там совершенно пусто. Но, может быть, нам лучше... Поверь мне, хоть раз. Для разнообразия. Я не хочу до этого дотрагиваться. Я не хочу до этого дотрагиваться. Я не хочу до этого дотрагиваться. Это кулисами. Я хочу до洒落. Смonia, я даже не хочу до начала. Сы�. Я не хотела больше поручить. Это кулисья. Там даже не всё. Я не хочу до того, чтобы плачать дотрагитическую окружающую землю. Девушки отдыхают Рисунок именно потому, что он не хотел, чтобы ты увидел, или, вернее сказать, не увидела своего отражения, а нарисовал его, скорее всего, какой-нибудь криворукий ребенок. Ой, а что это там за подпись внизу? Шрауди с любовью. Понятно. Моя гипотеза оказалась несостоятельной. Похоже, многочисленный список того, что у Шрауди получается из рук он плохо, придется пополнить еще одним пунктом. Это изобразительное искусство. Наверное, он займет место как раз перед избеганием встреч с охотниками на вампиров. Я бы порвала эту гадость на кусочки. Но мне почему-то кажется, то, что я там увижу, мне может совсем не понравиться. Наверное, ты хотела сказать, тебе может не понравиться то, чего ты там не увидишь. Надо взять это с собой. Возьму-ка я его с собой. Вдруг пригодится. Его клетка уже открыта. Когда мы сможем, наконец, бежать отсюда, у нас не будет времени, чтобы остановиться и поесть. Так что лучше захватить это с собой. Это позолоченная клетка Фродерика. Ох, кажется, что вся моя жизнь прошла в заперти. Как же мне там было тяжко! Тяжко? И что же такого ужасного в том, чтобы сидеть в уютной клетке и лопать вкусности? Да ты же просто обожаешь свою клетку, так что можешь пудрить мозги кому-нибудь другому. Ну вот, похоже, кредит доверия исчерпан. Это коллекция красивых ваз. Эээ, Мона, вообще-то это не вазы. В смысле? Что ты хочешь этим сказать? А ты присмотрись повнимательнее. Видишь надписи? Эдгар фон Траппер Киппер, Феррис фон Бюллер, Клаус фон Кифер. На вазах обычно не пишут ни имен, ни титулов. Это все покойные мужья-баронессы. Да, а я-то поначалу приняла их за сосуды с ароматическими смесями. Вот незадача. Определенно, у баронессы было немало несчастных супругов. Да-да, а уж самым большим их несчастьем определенно было знакомство с баронессой. Возможно, эта штука пригодится, но я не смогу носить ее с собой. Надо будет не забыть о ней. Это моя постель. Вот как? А мне казалось, твоя постель находится в подвале. Ну, а этот сосновый гроб, от которого несет мертвичиной. Ну, мне нравится спать там потому, что в этой комнате слишком светло. Нет, пока я не устала. И вообще, мне нравится спать допоздна. Хотя иногда на меня накатывает ужасная усталость. И вот тогда я целый день не вылезаю из постели. Ничего себе! Интересно, может это как-то связано с тем, что ты вампирша? Вампирша! Швампирша! Это просто обычное проклятие и ничего более. Если я попытаюсь взять их, они рассыплются прямо в руках. Лучше любоваться ими издали. Пожалуй, я возьму это с собой. Пока что я не вижу ничего такого, что мне захотелось бы взять с собой. Это коробка со старыми игрушками Шрауди. В ней лежат очень странные игрушки. Похоже, Санта носил в этот замок только уголь. Так что баронессе пришлось отдельно нанимать того, кто доставлял бы сюда в костюме Санта Клауса игрушки для ее сыночка. Эта игрушка вполне может пригодиться. Это нарисованное от руки изображение, вероятно, матери Шрауди. Да уж, он точно не Пикассо. Я не коллекционирую картины, написанные безумцами. А что, их пишет кто-то еще? Это изображение очень странного человека. На раме красуется надпись «От Джека Гимпер, моей дрожайшей баронессе». Ну и жуть. Страсть просто какая-то. Не хотелось бы мне с ним встретиться. Ну, с нашим везением нам это, очевидно, еще предстоит. Нет уж, я и пальцем к этому рисунку не притронусь. Мне и смотреть-то на него страшно. Это темные, холодные воды озера Варк. И что, люди в нем купаются? Купаются? Бывает, что плавают. Обычно лицом вниз. Это засыпанный снегом ящик для цветов. Хм, взгляните-ка. Тут под снегом еще остались луковицы цветов. Впрочем, даже когда снег растает, я не думаю, что они дадут ростки. Кажется, эту почву не меняли уже несколько лет. Я уже делала это? Кажется, я уже делала это. Это не сработает. Я не хочу сжигать это зажженным факелом. Что ж, Мона, судя по коричневатым горизонтальным полоскам, которые видны на кожице луковицы, можно со стопроцентной вероятностью утверждать, что это белладонна. Ух ты, Фродерик! Я и не знала, что ты увлекаешься ботаникой. Ага, Гелена, моя бывшая девушка, порвала со мной, когда я преподнес ей в подарок букетик цветов. Ох, Фродерик, но это же так романтично! Почему же она тебя бросила? У нее от этих цветов случился анафилактический шок. Вот тогда-то я и решил, что было бы здорово узнать о всяких цветах побольше. Рокко, брат Гелены, до сих пор спит и видит, как бы ему сделать из меня отбивную. Я уже делала это? Игрушка, передразнивающая животных, здесь точно ни к чему. Я не хочу пахнуть, как французский барда... эээ... дом, где живут женщины невысокой нравственности. По-моему, мы должны сначала произнести речь. Ну, или что-нибудь в этом роде. В конце концов, это же останки барона, никого-нибудь там. Дорогие друзья, мы собрались здесь, чтобы попрощаться с бароном фон Кифером. Пусть земля ему будет пухом, и цветы украсят место его вечного упокоения. То есть, всё наоборот. Пусть он и в смерти поможет этим чудным цветочкам. Прах к праху, пепел к пеплу, и всё такое. Высыпайте его. Трогательно, Фродерик. Очень трогательно. Чёрт, ничего не произошло. Вот облом. А ты чего хотела? Это же пепел. Ну, благородный пепел, да. Но всё равно всего лишь пепел. Это замёрзший цветочный ящик, в котором ещё сохранилось несколько луковиц. Я уже делала это? Я не хочу тратить на это остатки своего лосьона для тела. Я не хочу тратить на это дорогой парфюм. Этому сушёные фрукты и орешки уж точно ни к чему. Это не сработает. Нет. Так, я пока в тупике. Думаю, буду завершать катку свою. Продолжу в следующий раз. Продолжу в следующий раз.